Насекновение главы Иоанна Предтечи. Новый завет. Для детей. Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мученическую смертью. Вскоре после крещения Господня Иоанн был посажен галилейским царем Иродом в темницу. Этот царь галилейский Ирод Антипа был сыном того Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев. Иоанн обличал царя Ирода в том, что он при жизни брата своего Филиппа женился на его жене Иродиаде. Иродиада озлобилась на это на Иоанна и просила Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна за Великого Пророка и боялся народа, но в угоду ей посадил Иго в темницу. Иродиада же не удовольствовалась этим, тем более, что сам Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и во многом приступал поступать по словам Иго. Прошло после этого около года. Ирод, празднуя день своего рождения, давал пир вельможам своим, начальникам и старейшинам галилейским. На пир вошла дочь Иродиады, патчерица Ирода, Соломия, и стала плясать, и угодила Ироду и пирующим с ним. Ирод сказал ей, проси у меня, чего хочешь, и клялся, что отдаст ей даже до половины царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего мне просить у него. Иродиада отвечала, головы Иоанна Крестителя. Соломия с поспешностью возвратилась к Ироду и сказала, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на груди головы Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях изменить своему слову, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну. Воин, выполнив приказание царя, принес на блюде голову Иоанна Крестителя и отдал Соломии, а Соломия отнесла матери своей Иродиаде. Ученики Иоанновы, услышав о смерти Иоанна Крестителя, пришли, взяли тело и его похоронили. День мученицкой смерти святого Иоанна Крестителя воспоминается святой православной церковью и называется днем усыкновения главы Иоанна Крестителя. В этот день положен строгий пост. Святая церковь чтит Иоанна Крестителя выше всех святых после Богоматери. Продолжение следует...